Против! Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Очень надеюсь, что у нас получится с ними поболтать. Хочется узнать, о чем они думают перед стартом мажора. Так долго и они, и мы все ждали этот день. Также хочется зацепить Андрея Блейда. Возможно, поговорить с ним о том, как они вообще готовились к турниру. Надеюсь, это тоже получится. Ну, а вы, друзья, подпишитесь на наш YouTube-канал. Поставьте колокольчик, поставьте лайк и напишите комментарий. Потому что видео еще впереди очень много. У нас много для вас сюрпризов и интересных идей. И вам нельзя это пропустить. Ну, в общем, поехали смотреть этот влог. С бонусов накопила. У меня в руках Na'Vi-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы КС-игроков и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. А еще здесь есть специальный слот не только под ваше имя, но и никнейм. Создай свою Na'Vi-карту от Тинькофф. Скажи, как прошел бодкемп в Берлине? И были ли у тебя какие-то новые техники, тактики подготовки парней? Что-то изменилось в подготовке к главному чемпионату мира, в общем-то, за последние два года? Ну, наверное, основной мы пробовали больше работать со спортивным психологом. Старались прокачивать возможности нашего мышления и всего остального, улучшать их. Вот, а так в целом все по старому режиму, как обычно, то есть в плане тренировок все то же самое. Только вот постарались вытянуть по максимуму спортивную психологию. Угу. Это интересно. Мы увидим какие-то от вас сюрпризы? Может быть, там, обули какие-то изменения? Что-то подготовили особое? Понятно, что не нужно раскрывать карты. Просто намекни нам, пожалуйста. Нет. Я думаю, что мало кто верит в то, что мы могли успеть наиграть Vertigo. Да, в принципе, оно не нужно. Я думаю... Угу. Что там Ancient? Да, мы старались максимально прокачать свои слабые карты, само собой. Это какие, на твой взгляд? Ну, оверпасс. Он по статистике у нас слабый. Мы старались больше его играть. Мы и до этого больше играли, вот, до Ромера. И мы его прокачали еще больше на Берлине. Угу. Мы постарались сыграть максимально ровное количество карт. Более-менее средних, слабых. И сильных карт сыграли. Достаточно, чтобы вспомнить и добавить что-то новенькое. А те, которые были средние и слабые, мы играли больше всего. Что даст? Потому что мы видели, что команды опасались его играть сразу после выхода обновления. Как сейчас обстоят дела? Как ты оцениваешь вообще изменения на этой карте? И насколько они сильно повлияли, там, на ваше, допустим, на ваше желание играть на дасте, условно говоря? Даст, если честно, стал более, чуть-чуть рандомным. Потому что ты не знаешь, пока сперни не сыграет, как даст, ты не знаешь, как он на нем играет. Вот. То есть ты можешь готовиться, могут быть разные наработки. Но ты в бастов-один встречаешься, можешь сыграть, там, какие-то два неудачных раунда. Экономика уже уйдет в другую сторону. Ты немного можешь быть в шоке, можешь не придумать решения. Поэтому все-таки хорошо играть от анализа больше, эту карту. Там есть небольшой нюанс, лучше не раскрывать, но это особенности игры, атаки и диффенса. То есть от этого зависит, наверное, стоит ли вообще эту карту играть. И вот, я не могу, я не могу. Еще, минус 85. И второй этап. Тихо? Нет времени. Это скопалось. Желстко. На банан сбежал один. Ну, молодой. С точки зрения спортивной психологии вот этой вот подготовки той самой best of 1 как нужно подходить к этому матчу как нужно настраивать ребята к подобному формату так любому матчу надо подходить с максимальным вот этим АБС про который мы говорили чтобы каждый игрок умел находить оптимальное боевое состояние то есть если он его не находит тренировать этот эту функцию этот навык искать возможности в разные чтобы к этому прийти прогрессировать ты не против был вообще best of 1 матч и не считал это какой-то проблемой ну я бы скажу так что раньше мне во флипсайд было удобно играть best of 1 ты примерно понимаешь какие карты остаются 1-2 карты где-то примерно ты хорошо готовишь не все три на готовить всего лишь две меньше с командой обсуждаешь они они больше запоминают и если ты еще придумал хороший план ты сразу прорабатываешь и уходишь что на первых сноубол такой часто могло сработать best of 1 но сейчас вопрос с кирилл как он будет коли тут именно правильный стоит подход с точки зрения психологии то есть должен прийти с первого раунда сыграть так будто ты играешь уже вторую карту best of 3 так в таком духе и на то есть теменет во времени типа там проиграть пистик проиграть форс потом проснуться типа и начать делать более менее все качественно то есть меньше возможности пространства для ошибок все очень просто поэтому дай вопросы подготовки и сталкиваются две команды которая должна меньше ошибаться и показать что она более сильная команда то есть это нормальная спортивная составляющая любого вида спорта короче сферы значит очень просто не понравилось то фраза спойлер нет мы находимся в практике сегодня у нас важный день подготовка перед первым социальными играми сейчас пришли админы погляла прямо сейчас вот мы будем устраивать ссд подготавливаться технически уже дженнис у тебя мышка забрала да зачем захотел так наверное понравилась она ему на самом деле это для того чтобы ты не мог скачать наверно никакие запрещенные программы когда тебе включают интернет для того чтобы но и подновилась скресс как это обычно происходит мы все заново все настройки которые у нас есть загружаем на новое видео карты и прочее то что просто это потом другой ком вставить когда у нас будет игра у нас забирают наши ссд на которых мы тренируемся и вставляют турнирные чтобы не было никаких читов а завтра вы играете из студии не слежу за счетом вообще редко проверить но сейчас стараемся тренироваться с командами которых нет а мейзерю чтобы информация ну с кем выбираем лучше команды с кем мы с ними в сборке переживаешь но я тебе вернусь вам сказал скинуть мой спионе нет не переживать что переживать мы шли к этому типа натренировались просто сыграть свою игру я бы вас оппонент героев что ты думаешь да но вообще не достаточно ставишься такого с матчей на всех турнирах но не знаю сейчас они возможно не в лучшей форме находится но минимум будет непростой матч потому что они уже играли на этом турнире и разыгрались ты почувствовали best of 1 формат даже которые они играли вот так что им с этой точки зрения будет лучше и легче но могу сказать что с ними всегда сложный мальчик я думаю все после матча нервы в принципе особенно на таком турнире ну давай по формату ты доволен с этим форматом best of 1 у нас получается обычный матч и best of 3 те которые за выход и за бывание структуры ну если честно то мне кажется если добавить best of 1 системы менеджеры в связи с теме то мне кажется возможно только первый матч может сделать best of 1 потому что допустим идти 0-2 проиграть в 2 best of 1 мне кажется не особо честная система ну и правильная какая-то то есть в твоих счетах ты готовишься по-особенному к best of 1 с точки зрения там могула и в общем в принципе настроя то есть тебе нужно с первых раунд тут скорее да с настроем быть в фокусе то есть просто в 3 ты можешь позволить там допускать себе ошибки какие-то перевести там на вторую-третью карту и best of 1 может решить вообще единственный раунд даже за сейвленный один ган может решить исход в принципе весь все карты ты должен все силы бросить на эту карту как будто это 3 но в целом чувствуешь уверенность или радость перед этим конечно да безусловно я завтра буду понятной эмоции когда будет день матч конечно замотивированы хотят все выиграть ребята мейджор так что хотим добиться самого успешного результата который вы еще не добивались да ты просто душнила как ты чувствуешь напряжение в ребятах потому что все таки ну вот допустим для ильи и для валер это вообще первый мажор жизни вот как раз таки наверное стоит от подойти к этому турниру как к обычному турниру а не к мажору чтобы не создавать себе своих каких-то индивидуальных страхов зажимов и всего остального то есть переоценивать турнир переоценивать турнир ты начинаешь по-другому его отыгрывать принимают другие решения в игре были взвешены вот все-таки наверное играть она более раскованно и где-то даже рисковая думаю тех команды которые рискуют больше они должны и выигрывать на таких турнирах ну да действительно но best of 1 рисковать как-то не очень хочется наверное в этом вся и суть что надо чувствовать да вот он не рискует по сути он делает все стандартное максимально ожидаемое он может как раз так вот попасть в эту ловушку того что он ничего не будет получаться нужно будет все таки что будет и шаг впереди нужно это делать и мы как-то говорили раньше что денис он такой игрок который на ланах это делает он создает пространство создает игровые моменты такой плеймейкер и валерия от этого этого не хватает на самом деле то есть если бы было например карман уже условно говоря из таких игроков питер как валера то есть им бы было бы очень трудно этот турнир игры сто процентов здесь мы мы должны постараться его сделать более раскованным илья все-таки может зажиматься но я замечаю что он тоже ловит общую атмосферу общее настроение команды и он то есть заряжается но я бы сказал что у него бывают моменты когда он не не рискует то есть не чувствует этот ритм игры темп а бывает наоборот что он диктует условия то есть он как раз таки игрок который находится на этапе становления он шлифует свои сильные слабые стороны ищет какой-то баланс ну что первый мейджор карьера развивается очень очень стремительно сколько сильно ты по скале от по шкале от 1 до 10 переживаешь ты в первом матче на мажоре если честно я не особо переживаю слушай тут спириты чисто на хладнокровие и уверенности стащили интернешн вот ты можешь понять их вот эту стратегию что они чувствуют потому что у меня есть ощущение что ты примерно в таком же положении я думаю они старались каждую игру каждый показывал все максимум еще не получилось ты вообще как относился к менеджером до до того как началась твоя активная карьера ты не читала что вы поиграть на этом турнире честно не отличал менеджер от обычных турниров я видел то что вы ходили там если какие-то приколюхи ну типа того нет поменялось конечно это прикольно это во первых это первый турнир со зрителями вот кстати тебя это не будет волновать я надеюсь что нет и стикер еще стикер мой это конечно же нужно постараться мне пожелаю удачи валера не переживай завтра он зрителей не будет завтра так с геройками на лайте конечно зрители будут с отдельными а в плей-опе мы там уже разберемся если что мы будем тебя поддерживать из зала приезжайте все в овичи арену поддержать валеру матч в плей-опе респект организаторам за то что команде нави достался номер с лучшим видом на заснеженные горные вершины практически снежный альпы у тебя нет интернета тейна там откуда он здесь был 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 выручил они андрей помнишь я рекори что не а кто говоришь а кто-то говорил что кто-то говорил что заставляет я не помню кто говорил я помню что я тебе лично сказал да 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 расскажи немножко о своих впечатлениях по челенджера стейдж смотрел ли ты матчи понятно там у вас был ли тревел дни, что ты мог упустить Но, в принципе, кто понравился из тех, кто прошел в Legendary, кто разочаровал, что ожидать от следующей стадии? Enthropic удивили очень сильно. Из остальных команд, ну что, Astralis, честно, я всегда, вот примерно так, как я представляю, они могут играть хорошо или плохо, то есть я не думал, что они там закроют без шансов 3-0. Остальные команды, ну, Faze, мы все ставили на 3-0, наверное. Ну да, это вряд ли кто-то сильно был удивлен. Virtus.pro порадовали. Бразилии, я примерно понимал, что Бразилии, скорее всего, так и сыграют все. Вот VP сделали неожиданную замену прямо перед мажором, ну, благополучно вышли в финал, в принципе, классно стартовали, там только против Faze не получилось, потому что Faze действительно... Я бы сказал, что Virtus.pro как раз-таки им помогло, то, что они взяли игрока, потому что у них как будто бы обнулились. Любые какие-то ошибки, наверное, вообще не воспринимаются. То есть если там играешь на 2 года одним составом и не можешь там пробить какой-то уровень какой-то игры, в какой-то момент ты уже начинаешь раздражаться или не доверять своему тиммейту в каком-то моменте, где он ошибается постоянно. То есть, ну, скорее всего, если ты не пробиваешь уровень, значит, ты где-то ошибаешься в любом случае. Вот, а здесь они там проигрывали с разным счетом, где отдавали камбэк. То есть как бы нечего терять, взяли игрока, какой с них спрос? Только взяли игрока. То есть они могут спокойно расслабиться и играть в свою игру. Все, честно говоря, взгляды всех над в CS GO только на вас. Все считают вас главными фаворитами. Ну, давай, расскажи нам, как у тебя настроен перед первой игрой? Что думаешь, как прошли праки? Праки прошли отлично. Что думаю-то? Ни о чем еще не думаю. Думаю, как выиграть герой. Вспомнил, что у нас Best of 1 и… Пристроился? Нет, нет, нормально. Ну, тебе подходит формат Best of 1? Вот с Кириллом обсуждали, что это, ну, сложно и требует, в принципе, нового отхода. Сложно, но все играют в Best of 1, поэтому нормально. Мне интереснее, да, мне интереснее, какие будут компы, сетапы, будет ли лагать. Потому что мне не сильно нравится тут компы. А нет, я так понял, с TI взяли. С кем больше всего хочешь сразиться в Legendary Stage? Кто конкурент главный? Не знаю. Да, но вот есть… Гальбиты, Виталити, Нипы. Вот это, наверное, самые опасные против мани. Ну, как тебе Фейс, которые тоже довольно активные, бодро начали? Ну, не знаю. Не нормально. На Лане они играют лучше, но… Не знаю, честно. Может, они подготовились хорошо, но… Мне кажется, они не фавориты от Magic. Что по первому оппоненту скажешь? Героев доволен, в принципе, тем, что он придется с ними играть в первый матч? Да, да, нормально. Оппонент. Хотелось бы их выиграть еще раз. Ну да, как Кирилл сказал, они всегда с нами играют. Близким счетом. А завтра еще Бесов один. Поэтому надеюсь на выиграть. У вас погадная история. Скажи мне, все, конечно же, сейчас говорят, что это год СНГ. СНГ сейчас на подъеме вообще по всем дисциплинам. А как ты думаешь, мы увидим самые интересные матчи против «Гамбит», условно, против «Антропит»? Сейчас СНГ все, да, в топе во всех играх. Все просто набирают, все много играют. Я не знаю. Просто все молодые игроки, они стали более опытные. Как бы поколение выросло. Из-за этого, мне кажется, СНГ в топе. Но в целом, не знаю, после интересных матчей. Зависит от других команд, а не от нас. Мы постараемся. Молодой игрок – это до какого возраста? Вы же тоже молодые игроки. Не, но я имею в виду, что пока они тренируют два-три турнира, не важно, там, онлайн или лан, но они не поймут даже свои силы. А вот «Гамбиты», когда еще были «Янсерс», они все поняли. Они начали выигрывать уже команды, которые там в топ-10-15. Постепенно ощущали свои силы. Долго они делали решавку, верили? Да, да, да. Этот влог выйдет завтра в утром. Скорее всего перед утром. Доброе утро. Заваривайте себе чаек. Возможно, у нас игра будет в 11 или в 12. И расслаживайтесь игрой, болейте за Na'Vi, поддерживайте. Мы будем стараться. Шесть начала. Еще раз, Тиммиш, у меня ничего не произойдет. Окей. Ну, вот герои, ваш завтрашний первый соперник, они, мне кажется, разочаровали многих. Ну, не то, чтобы они оправдали ожидания. Давай так. Ну, тут лан. Мы говорили то, что герои в онлайне неплохо себя показывают. И даже учитывая этот фактор, и в онлайне они себя стали чуть хуже показывать. То есть герои, по сути, по-моему, выиграли всего один турнир, если я правильно помню, EPL. Это такой момент, когда команда выигрывает, и все как бы на нее софиты. Все думают, что они типа... Ну, они были на вершине рейтинга. Да, да, да. То есть не только победа. Да, я имею в виду, что были там вторые, может, были там топ-4, согласен, как G2 тоже. Это сильная команда тир-1, но это не фаворит какой-то там, ну, вот Gambit, например, которые реально выигрывали турниры. Вот. И это все было в онлайне. В онлайне они провалились, насколько я помню, в Кельню. И MFOL тоже не проиграли. Ну, и вот сейчас тоже, видите, они с 2-2 выходят. Это опасная команда однозначно. Ее нужно уважать. Ну, ребята говорят, что как раз всегда против них очень сложные матчи. Да, ее нужно уважать. Но то же самое мы видим, что у них есть слабина, которой можно пользоваться. Интропики ей воспользовались. Ну... И завтра мы посмотрим, получится ли у вас воспользоваться этой слабиной. Да. Спасибо, Андрей. Я буду желать вам завтра удачи. Мы будем болеть. Первый матч в 13.30 по центральноевропейскому времени. Вот мы увидели расписание против героек. Поэтому приходите поболеть. Это best of 1. Поэтому нужно получаться прямо сразу, прямо с первых раундов. Да. Главное стартовать успешно и уверенно. Вот это для нас этот старт очень важен. Мы тогда набираем такую уверенность, прямо драйв и идем как... Танк. Как сноубол, да. Начинаем сноуболиться. Танк, сноубол. Да, друзья, это был наш третий влог. Спасибо большое, что смотрите нас. Не забудьте подписаться обязательно на наш канал, поставить лайк, нажать на колокольчик и написать свои приятные комментарии. Оставайтесь с нами, приходите на матчи. Мы вас любим. Всем пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»!